Самое главное, что пакет Яровой – это действительно необходимая и актуальная мера. Это не то, что голословно, абстрактно, что вот у нас хотят зажать информационные свободы. Это совершенно не так. Потому что мы видим, что ИГИЛ конкретно угрожает, конкретно объявляет Россию врагом. Мы видим, какие проходят вообще страшные теракты в Европе. Да и Россия тоже в полном объеме коснулась терроризма. И пакет Яровой – мера чрезвычайно необходимая. И на самом деле, что касается и наших операторов мобильной связи, и поисковые российские системы. Я считаю так. Хочешь кататься – умей саночки возить. В конце концов, нужно взять и на себя, так сказать, какую-то ответственность, в том числе и материальную ответственность. Тем более, что вот сейчас конкретно Федеральная служба безопасности предложила усовершенствовать систему СОРМ, которая уже функционирует для того, чтобы вести запись трафика 12-часового лиц, которые подозревают в совершении преступления. Так ее усовершенствовать, чтобы потом в течение шести месяцев можно было бы хранить информацию. И причем информацию конкретно о разговорах и о переписке людей. На самом деле, те, кто не совершает ничего противозаконного, им нечего опасаться. Никто не будет и не собирается вторгаться в частную жизнь людей. Но я подчеркну, что ведь здесь целая система мер. Система мер, связанная как с контролем, так и с правами граждан. Существует закон о забвении. Он существует с начала Нового года. Он не в полном объеме и недостаточно исполняется нашими российскими поисковыми системами. А ведь закон «Пакет Яровой» только тогда имеет силу и перспективу, если он будет работать в совокупности с этим очень важным законом о забвении, когда любой человек имеет право, чтобы не обнародовалась информация о нем, за исключением его судимости, уголовных наказаний, та информация, которая устарела и неактуальна с его точки зрения. И это все должно работать в совокупности. И пакет «Пакет Яровой» безусловно должен работать в едином большом пакете из закона о забвении, из закона о рекламе и закона о информации. И это все должно быть подключено в единую систему исполнения. Я полагаю, что нам все-таки нужно отходить от этих приемов и системы пропаганды, застойной Брежневской эпохи. Что это подключение детей к решению вопроса о пакете Яровой представляется мне достаточно бессмысленным, поскольку понятно, что дети не способны в полной мере осознать ту идею, которую они продвигают. Хотя сама по себе идея нужна, необходима и продуктивна.